Квартал в районе улиц Форманова, Котовского и Первая набережная на строительном плане сейчас выглядит так. Многоэтажные дома до самой Саранки. Еще несколько месяцев назад на месте этой большой стройки были настоящие трущобы. Жильцы ветхих бараков дожидались переселения. Но теперь тут все изменилось. За моей спиной началось строительство очередного жилого дома. А здесь уже возводят детский сад для семей с детьми. К тому моменту, как микрорайон будет полностью готов, детский садик тоже завершат. Так что семьям не придется ждать инфраструктуру. Детский сад строит на деньги федерального проекта «Содействие занятости женщин и создание условий для дошкольного образования детей». 250 мальчиков и девочек будут здесь играть, гулять, заниматься творчеством и спортом. А еще готовятся к дальнейшей учебе в школе. Место для строительства данного детского сада долго выбиралось. Предлагались несколько площадок. В итоге остановились на этой, так как поблизости нет существующих детских садов, а данный микрорайон активно застраивается в последнее время. Вот в эксплуатацию объекта запланирован на декабрь 2021 года. Строительство детских садов в Саранске за последние семь лет стало чуть ли не главной задачей чиновников. Ведь в конце десятых попасть в детсадовскую очередь и стать воспитанником было очень трудно. Об этом жители говорили на всех встречах, писали официальные письма и пытались достучаться в соцсетях. Проблему начали решать системно. Во-первых, детские сады решили строить большие, чтобы место хватило всем и остался резерв. Во-вторых, отказались от старых проектов, тех, где не было бассейнов, оздоровительных центров, спортивных комплексов и своей территории. Реализация данного проекта осуществляется в рамках федеральной государственной программы развития образования. На эти цели из федерального и республиканского бюджета были выделены более 235 миллионов рублей. В конце прошлого года были проведены торги, была выбрана подрядная организация на строительство данного объекта. Работы начались с 1 января текущего года. Ну, так как попадало это все на праздничные дни, соответственно, строители вышли на площадку 4 января. Если отвлечься от эмоций, то самое время вспомнить, сколько детских садов открыли в столице Мордовии за последние 7 лет. Считаем, всего их в Саранске 72, свежепостроенных 20. Это больше 4 тысяч новых мест для дошколят. В конце 2020-го заложили еще два. Этот и еще один в микрорайоне Тавла. В сентябре был заключен контракт, в октябре началось строительство. Он реализуется в рамках другой государственной программы, жилье. В прошлом году из средств федерального регионального муниципального бюджета на начало строительства того объекта было выделено порядка 34 миллионов рублей. В этом году планируется выделение средств с федерального бюджета. На данный момент заключается соглашение между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерством строительства и транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия. После того, как будет заключено данное соглашение, будет предоставлено субсидии. Соответственно, продолжится работа по строительству. Семьи, которые покупают квартиры на берегу Тавлы, чаще многодетные, ясли, а потом и более старшие группы, часто единственная возможность для мам вернуться на работу. Если подсчитать в деньгах, то на каждого ребенка в этом детском саду было потрачено более 800 тысяч рублей. Но этих денег не жалко. Это инвестиции в будущее. Юлия Пурнова, Константин Цоколов. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова